Может быть такое, что зеркала недостаточно чистят от предыдущих людей и там открываются порталы, через которые можно что-то подхватить? Система безопасности зеркал у нас разработана и зарегистрирована в мировой системе предпатентной регистрации или интеллектуальных прав. И эта система безопасности или очистки зеркал, она не имеет аналогов. И проведено очень много исследований, которые показывают, что действительно после чистки зеркал пространство остается чистым. Поэтому по поводу первого вопроса, что может ли какая-то быть остаточная информация других людей, что-то подхватить, как мы говорим, информационный или энергетический вирус, это исключено. Далее, по поводу порталов, можно ли что-то подхватить? Ну, во-первых, все люди разные и человек сам является носителем энергоинформационного пространства и определенного частотного диапазона. Поэтому, конечно, информационное поле у нас огромное и многочастотное. Поэтому человек может резонировать с какой-либо информацией, с какой-либо вступать в контакт, с какой-либо энергией. Поэтому, чтобы обезопасить человека от каких-то негативных, можно так сказать, подключений, во-первых, у нас есть разработаны правила посещения зеркал, в которых говорится о том, что во время сеансов нельзя использовать какие-либо практики, какие-либо настройки на какие-то каналы, порталы. Пускай даже человеку кажется этот канал позитивный, что он при самостоятельной работе чувствовал себя очень хорошо. Но это просто он, может быть, вступал в резонанс с какой-то энергией или с какой-то информацией. Поэтому у нас не приветствуется, и мы говорим, что нецелесообразно и небезопасно использовать какие-либо практики. Вот именно если человек начинает подключаться или использовать какие-либо практики, вот он может как раз и нахватать всего, чего угодно. Ну и представьте, если человек, например, занимается магией, если человек занимается какими-либо практиками, естественно, у нас же работает закон резонанса в информационных полях, с какой информацией он может резонировать. То есть здесь зависит еще и от того, носителем какой энергии информации, в каком частотном диапазоне является сам человек. Поэтому вопрос по поводу того, можно ли что-то подцепить, это все-таки зависит от многих параметров. И вопрос безопасности у нас стоит на самом первом месте. Поэтому если соблюдать правила, то человек, ну скажем так, не может чего-то подцепить, он может увидеть что-то, он может услышать какие-то звуки, он может увидеть какие-то картинки, он может понаблюдать за какими-то событиями, но это будет лишь наблюдение и взгляд со стороны. А вот если человек будет целенаправленно использовать какие-то практики, то здесь уже его ответственность лежит, на нем самом ответственность по собственной безопасности. Когда мы говорим о безопасности в зеркалах Козырева, неважно, но мы говорим в данном случае про безопасность наших зеркал. Но ведь сейчас очень много тех людей, которые самостоятельно на обычном уровне придумывают, какие-то изобретают или, можно так сказать, создают какие-то зеркала, не задумываясь о безопасности даже собственной. Поэтому это вопрос уже или ответственность их. И по этому поводу, по поводу безопасности, мы проводили исследования, в том числе, когда человек целенаправленно работал с определенным каналом, подключался, использовал определенные практики, ритуалы в зеркалах и что произошло после этого. Вот как раз с помощью диагностики адаптометрии мы можем очень четко зафиксировать те явления, которые происходят в зеркалах, если человек куда-либо подключается сам, либо использует какие-то практики.